Все свои действия украинские спецслужбы, они согласовывают с британцами, американцами. Люди для того, чтобы выжить, они просто вынуждены будут обращаться к натовской ЧВК, которая ВСУ называется сейчас еще по недоразумению, и чтобы они шли просто зарабатывать убийствами. У меня просто язык не поворачивается называть это украинскими спецслужбами. Да, это филиал СРУ, филиал МИ-6, но ни в коем случае там уже нет ничего от украинских спецслужб. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Такая громкая и трагичная новость об убийстве военкора Владлена Татарского. И это уже не первый раз, когда российские журналисты попадают под прицел. Вот ранее Дарья Дугина была взорвана в своей машине. И, насколько я понял, вы в своем телекрам-канале написали, что за этим стоят натовские спецслужбы, а не украинские. А почему вы так полагаете? Здесь просто элементарный анализ. Потому что мы видели многократные заявления, что все свои действия украинские спецслужбы, они согласовывают с британцами, американцами. И это как бы ни для кого не секрет. Мало того, даже использование некоторых систем вооружения, типа Хаймерс, это опять же публичное заявление официальное. Вот с стороны конкретно спецслужб Зеленского, они каждую свою цель согласовывают с Пентагоном. Ну и, естественно, планируют свои операции. Поэтому, естественно, на проведение различных спецопераций, тем более за границей, украинские спецслужбы сейчас согласовывают со своими, получается, вышестоящими начальниками. Потому что мы видим, что по факту уже спецслужбы Зеленского превратились в некий филиал ЦРУ МИ-6 в Украине. И поэтому, когда говорят за украинские спецслужбы, с учетом полной зависимости режима Зеленского от стран НАТО, то у меня просто язык не поворачивается называть это украинскими спецслужбами. Да, это филиал ЦРУ, филиал МИ-6, но ни в коем случае там уже нет ничего от украинских спецслужб. Потому что, к сожалению, Украина как государство, оно перестало, по сути, уже существовать. Если с 2014 года у многих граждан вызывали какие-то сомнения еще по этому поводу, то вот после того, как уже начались боевые действия, здесь уже сомнений ни у кого просто не возникает, что на самом-то деле Украина как государство уже прекратила свое существование. Сейчас мы видим полное внешнее управление, абсолютно контроль над всеми процессами, в том числе и финансовыми. И мы видим, что боеприпасы предоставляются НАТО, по сути, в Украину, потому что вооруженными силами Украины эти войска уже сложно назвать западными странами. Военную форму предоставляют оттуда, продовольствие предоставляют оттуда, вооружение предоставляют оттуда. Зарплаты платят оттуда, напрямую, с бюджета Соединенных Штатов Америки. Да ни для кого не секрет. Министр финансов открыто говорил о том, что если кредиты перестанут переходить на конкретно счета Национального банка Украины со стороны Соединенных Штатов, то тогда, собственно, зарплату будет нечем платить солдатам Зеленского. Поэтому сейчас, когда мы видим вот такие вот террористические атаки, то здесь в любом случае сторчат за всем этим пуши именно западных спецслужб. Причем аналогия, она очень прослеживается с деятельностью ИГИЛ. Тогда, как мы знаем, многих террористов ИГИЛ также тренировали американские и британские спецслужбы для того, чтобы уничтожить режим Асада, который им очень был не нравился в Сирии. Ну и, собственно, там были точно такие же методы, точно такие же взрывы, точно такие же попытки кровавых терактов и так далее. Поэтому здесь, на самом-то деле, инструктора одни и те же, что у ИГИЛ, что у тех персонажей, которых сейчас называют украинские спецслужбы. Как вы считаете, почему вот эти кураторы, будь то ЦРУ или МИ-6, выбирают своими целями именно российских журналистов? Я думаю, здесь, на самом деле, вся эта история очевидна, потому что, как известно, бытует мнение, что якобы Российская Федерация проигрывает информационную войну. Хотя это, на самом деле, не так. Потому что, если бы это было вот так, тогда, собственно, не было бы причины именно атаковать публичных, медийных личностей, лидеров мнений и так далее. Ну, а сейчас мы видим, что политтехнологам, натовским, крайне тяжело удержать, в первую очередь, украинское общество в такой вот парадигме того, что идет война Украины с Россией. У них этот фейк, он сыпется. И уже до большинства украинцев уже вот четко дошло, что там, на самом-то деле, никакой войны Украины с Россией ее не существует. Есть гражданская война, которая с 2014 года идет в такой полуактивной фазе. А сейчас уже тогда, когда включились на полную геополитические игроки, с одной стороны страны НАТО, с другой стороны Россия, то здесь уже вот именно идет просто на территории Украины это противостояние. И, конечно, это крайне хотелось бы скрыть натовским политтехнологам для того, чтобы как можно больше пушечного мяса загнать в свою ЧВК, которая сейчас по недоразумению еще называются вооруженные силы Украины. И сейчас у них этот пропагандистский миф рассыпается. И поэтому, конечно, сейчас им крайне важно именно атаковать лидеров мнений, общественных деятелей, за которыми следят очень многие, как в Украине, так и в России, на мнения, о которых ориентируются. И, конечно же, атака именно по ним – это то, что сейчас натовские политтехнологи считают для себя приоритетом. – Согласен, да. Но дело в том, что мнение украинцев, на которое пытаются повлиять, допустим, российские журналисты, его же никто не спрашивает, когда их просто запихивают в машину, везут в военкоматы и, например, просто вручают автоматы и отправляют на линию боевого соприкосновения. – Дело в том, что, понимаете, солдат вот с такой вот мотивацией, самой низкой, которую только можно себе представить, смысла на поле боя от него особо мало, потому что стрелять он, собственно, по братскому, собственно, русскому народу не стремится. Он будет стрелять куда угодно, только не в братьев-славян. Поэтому здесь такая себе история. Политтехнологи натовские прекрасно понимают, что им нужно именно вот такое вот зомбированное, глупое, агрессивное вот условно животное, которое вот будет слушаться вот полностью всех команд, которые приходят с Пентагона, и поэтому им крайне важно, чтобы вот такая вот оголтелая пропаганда на Украине, она просто вот тотальная была. Но за счет того, что есть Телеграм, за счет того, что есть много других социальных сетей, это ТикТок тоже, вот. До недавнего времени был Ютуб, но там просто заблокировали абсолютно всех, кто хоть каким-то образом доносил альтернативную точку зрения. И сейчас там просто вот тотальная цензура, практически американская. Там очень редко какие каналы еще сохранились, потому что просто удаляют в течение недели каналы, которые 20, 30, 50, 100 тысяч, миллион подписчиков. И здесь мы видим, что несмотря на то, что бытует мнение, что якобы Российская Федерация проигрывает информационную войну и прочее, на самом-то деле это не так. Потому что очень серьезные преимущества есть на стороне Российской Федерации. Не надо ничего врать. Нужно просто объяснять людям, что происходит. Вот просто белое называть белым, черное называть черным. И когда людям просто банально рассказывают, что же на самом деле происходит, то, конечно, собственно, все вот эти мифы пропагандистские, они сыпятся банально, потому что разбиваются о факты, о логику, о здравый смысл, о происходящее вокруг. И здесь это, конечно же, очень не устраивает натовских политтехнологов, поэтому мы видим вот такие вот атаки. Еще очень живо так обсуждается, причем не только в русскоязычных или украинских сменах, но и в западных ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Киева-Печорской лавры. А как вы считаете, к чему это в конечном итоге может привести? Ну, в первую очередь, украинскую церковь. Здесь мы видим, что, к сожалению, та территория Украины, которая подконтрольна натовским войскам и режиму Зеленскому, то сейчас там, на этой территории Украины, идут репрессии. К сожалению, так получилось, что Украина, как известно, православная страна, и там две трети – это прихожане именно украинской православной церкви, граждан, я имею в виду. И получается, что, к сожалению, сейчас мы видим, что народ Украины, он находится в заложниках. И поэтому сейчас мы наблюдаем вот такие репрессии, когда народ выходит против того, чтобы захватывали храмы, избивали священников, арестовывали священников и так далее. Но режим Зеленского просто вот своими, так называемыми, проплаченными активистами, которые, понятное дело, работают на спецслужбы, все их прекрасно, можно сказать, даже пофамильно всех знают. И вот это вот шапитол, словно человек 200-300, они просто возят по всей Украине, где надо вот именно вот захватить храмы украинской православной церкви, подавить сопротивление местного населения, вот, устроить там несколько провокаций и так далее. И просто банально физически выгнать оттуда вот священников украинской православной церкви, не дать просто украинцам каким-то образом отстоять эти храмы. Поэтому здесь идет просто такой вот силовой захват. И в этом плане, к сожалению, вот объективно, если сейчас, вот с учетом того, что 21 век и так далее, и вот партизанского движения в классическом понимании этого слова, например, как было во времена Великой Отечественной войны, его сейчас сложновато добиться, потому что уровень технологии, уровень спутниковой разведки и так далее, то уже получается скрыться куда-то очень и очень тяжело. Поэтому вот в современном таком виде мы видим, конечно же, что очень тяжело народу, который сейчас, по сути, взят в заложники международным террористам в виде западных стран, вот каким-то образом противодействовать вот тем репрессиям, которые сейчас проводятся. Объективно, православная церковь – это враг натовским станам, и здесь они именно сейчас по ней наносят удар. Пока еще российская армия просто не может до тех территорий, собственно, дойти для того, чтобы там восстановить справедливость и все-таки каким-то образом освободить украинский народ. Ну да, они сейчас просто выгоняют священников, по сути, из церкви, либо арестовывают. Но Подоляк, комментируя это, вообще заявил о том, что в начале СВО, когда она только началась, всех этих так называемых пророссийских деятелей следовало физически зачистить. То есть он говорил таким образом. А здесь неудивительно, потому что Подоляк – это конкретно военный преступник, который подельник Зеленского и режима Зеленского, поэтому здесь ничего удивительного нет. Этот персонаж уже давным-давно продался западным странам, и, как известно, предатель украинского народа Зеленский с Ермаком сделали это в одни из первых, ну а вот эти вот уже персонажи по ходу действия определились уже, с какой стороны конфликта они будут. И мы видим, мы видим, по сути, сейчас, что все вот эти люди, режим Зеленского, они не встали на сторону украинского народа вот в этом геополитическом противостоянии, они встали на сторону стран НАТО. То есть они не сделали ничего для того, чтобы предотвратить эту бойню на территории Украины. Они, наоборот, делали все для того, чтобы у натовских спецслужб, у натовских войск все получилось то, что они запланировали, и чтобы вот они максимально вот ослабляли за счет украинского народа Российскую Федерацию. И это, конечно же, неприемлемая история, поэтому всех вот этих персонажей, которые там возле Зеленского, нужно, конечно же, в рамках там трибунала будет привлечь к ответственности, и чтобы вот за вот такие вот высказывания каждый понес ответственность, а самое главное за дела, которые они уже сделали, которые привели к просто гигантским сумасшедшим жертвам. Не думаю, на самом деле, что их получится привлечь к ответственности. Ну, то есть, как Гитлер, сидеть до последнего в бункере, я думаю, они не будут, и при малейшем понимании того, что все для них может плохо закончиться, они просто скроются в странах своих кураторов, вот и все. Здесь, я думаю, что время покажет, как оно будет, но, во всяком случае, вот сейчас идут очень такие серьезные, фундаментальные вот процессы внутри украинского общества, в первую очередь, потому что сейчас вот уже больше 4 миллионов 200 тысяч украинцев проголосовало на открытом голосовании публичном всеукраинском вещи за представительство украинского народа. Единственное, легитимное, чтобы лишить Зеленского права говорить от лица украинского народа. Это представительство уже начало действовать буквально вот с прошлой недели. Сейчас вот уже в ближайшее время появится официальный сайт, и здесь уже конкретно пойдет работа по тому, чтобы каждый солдат, который сейчас вот загнан в окопы, воевать за интересы западных стран, чтобы он уже понимал, что на самом-то деле, если он давал присягу украинскому народу, тогда ему нужно все-таки уже думать, что на самом-то деле нужно воевать против врагов украинского народа. Это, очевидно, натовский режим во главе с Зеленским. И эти все процессы необходимо запускать, потому что, как известно, каждый солдат вооруженных сил Украины дает присягу не Зеленскому, не Байдену, не Сунаку или Шольцу, а конкретно украинскому народу. Мы видим сейчас, что главный предатель украинского народа сейчас, собственно, возглавляет, получается, государство, которое по факту уже настолько разрушено, что оно управляется абсолютно полностью из-за границы. И поэтому, с учетом этой ситуации, конечно, нужно сейчас в первую очередь народу консолидироваться и, естественно, выгнать натовский режим с нашей земли. Понимаю, что прогнозы еще какие-то рано делать, но вы полагаете, что в перспективе это, в принципе, может привести к каким-то потрясениям, которые пошатнутришим Зеленского? Я думаю, что здесь нужно все-таки не гипотетически рассуждать, а рассуждать фактически. Сейчас я точно знаю, потому что, к сожалению, с обеих сторон конфликта, со стороны российской армии воевает очень много граждан Украины, которые понимают, что они воюют за правое дело. И точно так же с другой стороны, насильно мобилизированные, загнанные в окопы, также и понимают, что им не вариант воевать, потому что среди победивших их не будет. То есть командиры низшего, среднего звена, они понимают, что просто руководство аффилировано напрямую на Пентагон. И им абсолютно плевать, что будет с народом Украины, что будет с государством Украины, которое де-факто уже уничтожили. То есть, и поэтому среди вот обычных солдат, конечно, уже бытует мнение, а как бы смысл воевать, если победить во главе с предателем невозможно. И вот эти процессы сейчас вот постепенно, постепенно, но не идут. Кстати, Александр Лукашенко в ходе своего послания озвучивал что-то подобное тому, что вы сейчас говорите, о том, что командиры низшего звена, они просто начинают договариваться между собой. Я имею в виду командиры российской и украинской армии, чтобы просто минимизировать количество потерь. Ну, потому что им просто непонятно, за что они умирают. Ну, сейчас это как бы только вот часть правды, потому что на самом-то деле сейчас речь идет о том, что с российской стороны воюют десятки тысяч украинцев. И для того, чтобы действительно победил в конечном итоге украинский народ, то здесь нужно подразделениям, которые сейчас воюют за интересы западных стран, просто присоединяться к тем подразделениям, которые сейчас воюют против режима Зеленского, в том числе к российской армии. Поэтому, если такой процесс сейчас в ближайшее время запустится, когда целые подразделения будут просто переходить на сторону украинского народа и уже как бы пытаться выгнать натовских оккупантов с нашей земли, тогда, безусловно, процесс этот пойдет значительно быстрее. Пока еще мы видим, натовское командование контролирует во многом подразделения. И в этом плане это, конечно же, очень плохо для украинского народа, но, тем не менее, с учетом той работы, которая ведется, с учетом тех процессов, которые мы видим, то это очень такой, с моей точки зрения, это единственный адекватный здравый сценарий, когда с минимальными потерями украинский народ сможет все-таки выгнать режим Зеленского и натовские войска с нашей территории, а уже потом, я думаю, что в рамках, опять же, и Конституции Украины и так далее, в том числе, и представительства украинского народа, предлагая такой путь развития, каждая украинская громада сможет определиться, там, где еще не проводили референдумы, как они видят свое будущее. И без войны, без каких-либо там боевых действий, столкновений, уже каждая громада определится. Либо они там видят в составе Российской Федерации, либо они видят в каком-то еще другом варианте себя. Ну и это, главное, уже будет без войны происходить. И вот я думаю, что это самый такой адекватный, здравый сценарий и он позволит сохранить без преувеличения миллиона жизней. Хотя на Западе по классике скажут, что все эти референдумы и их итоги, они сфальсифицированы, а людей туда приводили голосовать чуть ли не под дулами автоматов. Как это уже было? Понимаете, в чем дело? Мы видим сейчас, западные страны делают все для того, чтобы на той территории, которая сейчас подконтрольна натовским войскам, не прошли, не дай бог, референдумы. Мы видим, что по факту именно натовские страны делают все для того, чтобы не дать украинскому народу право на самоопределение, которое прописано в рамках Организации Объединенных Наций. Поэтому здесь ориентироваться на мнение врагов украинского народа я бы не стал. Мне абсолютно плевать, что там напишут в западной или европейской прессе, потому что по их действиям мы видим, что это те, к сожалению, группы людей, которые сейчас просто занимаются геноцидом украинского народа, они уничтожают украинцев как с точки зрения экономики, потому что создали условия, по которым невозможно просто нормально жить на территории Украины. И, естественно, это мы видим вот в таких проявлениях, когда режим Зеленского финансируют, накачивают боеприпасами, а с другой стороны запрет на выезд со страны. И мужчины просто банально не могут никаким образом выехать. И это, конечно же, одно из проявлений геноцида, когда по факту женщины и детей выпускают, а вот мужчин для того, чтобы, естественно, быстро провести ассимиляцию и так далее, и чтобы украинцы постепенно растворялись среди разных европейских народов. Ну, а вот чтобы мужчины они просто уничтожены были, и мы видим, что режим Зеленского как раз именно в таком ракурсе и действует, когда просто мужчин вылавливают на улице, и буквально там за сутки человек попадает на передовую, а потом просто приходит похоронка. Поэтому здесь это очень нехорошая ситуация, и в этом плане здесь, безусловно, нужно все-таки уже думать тем командирам, которые на среднем и низшем звене уже, по сути, за этот год уже все поняли, и просто сейчас нужно будет такая консолидация. Естественно, представительство украинского народа, оно поддержит такие инициативы, и каждому такому командиру предоставит все необходимое для того, чтобы, естественно, поскорее освободить нашу землю от оккупантов. Так вот, вы затронули тему экономики, и агентство Bloomberg опубликовало такую информацию, что за чертой бедности в Украине оказалось более 7 миллионов человек. И, кроме того, за вот этот вот год, который прошел с начала СВО, были фактически стерты 15 предыдущих лет развития украинской экономики, что тоже, в принципе, можно так или иначе трактовать, как геноцид, наверное. А здесь нету ничего нового, потому что мы видим, что точно так же американские войска поступили и в Сирии. Сейчас, как известно, в Сирии половина практически страны оккупирована натовскими войсками. Конкретно там стоят американские войска. Естественно, никто в Сирии не приглашал туда американские войска. Почему-то, по удивительной случайности, эти войска находятся именно там, где главное месторождение нефти. Естественно, американские войска там находятся абсолютно незаконно, просто оккупируя часть территории Сирии. И, естественно, там на оккупированной части территории Сирии они уничтожали экономику и создавали возле своих военных баз лагеря беженцев, где жили просто сотни тысяч сирийцев, у которых единственным источником дохода мог стать разве что контракт идти в боевики для того, чтобы воевать на стороне проамериканских формирований, которые они создавали, обучали и так далее. То есть, по сути, идти работать террористом. И конкретно американские военные базы просто были такими тренировочными площадками для вот этих террористов, которых просто за счет того, что ситуация была критическая у людей, нужно было хоть как-то кормить свои семьи. просто все вот эти лагеря беженцев, они были вот такими вот рекрутинговыми площадками для того, чтобы люди вот людей просто на поток поставили, чтобы они становились под ружье и шли воевать за американские интересы. К сожалению, мы видим, что сейчас территория Украины, которая под контроль на НАТО, сделали вот, по сути, одну такую вот большую, один такой большой вот лагерь беженцев. И, собственно, мы видим, людей оттуда не выпускают и сейчас как раз создают те условия, чтобы невозможно было честно заработать денег. Там, рабочих мест просто нету, никто зарплаты платит, и поэтому люди для того, чтобы выжить, они просто вынуждены будут обращаться к вот НАТО, скачевыка, которая ВСУ называется сейчас еще по недоразумению, и чтобы они вот шли просто зарабатывать. убийствами братьев своих славян и так далее. И это, конечно же, вот тактика, которую все применили. Судя по всему, эта тактика хорошо работает, и поэтому мы видим, что именно такую тактику сейчас применяют англосаксы и в Украине. Поэтому здесь не нужно удивляться, у них это просто отлаженная схема. Кроме того, тот же Блумберг, он написал, что на восстановление Украины может потребоваться более 40 миллиардов долларов. А на чьи плечи может лечь эта ноша? Как вы считаете? Неужели Россия? Я думаю, конечно, сейчас уничтожение инфраструктуры и так далее, это не происходит случайно. Вот именно такая тактика выжженной земли, когда из городов делают такие вот укрепрайоны для того, чтобы постепенно с этих укрепрайонов выходить, таким образом полностью уничтожая эти вот города и так далее, все промышленные объекты. Это делается ровно с тем прицелом для того, чтобы когда натовские войска сбегут с Украины, я не говорю если, я говорю когда, это просто план у них такой, судя по тем действиям, которые я вижу, то, конечно, останется просто выжженная земля, и поэтому для того, чтобы восстановить хотя бы промышленные потенциалы и так далее, нужны будут колоссальные ресурсы, и по расчетам англосарцев Российская Федерация просто таким образом потратит много ресурсов своих для того, чтобы восстановить территорию, и это одна из целей, которую преследуют англосаксы в Украине. Если касаться уже непосредственно боевых действий, которые идут на территории Украины, то Александр Лукашенко опять же в ходе своего послания предложил Украине и России просто договориться и прекратить кровопролитие. Он не говорил о том, что Украине нужно капитулировать или там согласиться с потерей каких-то территорий, а просто предложил прекратить кровопролитие двум сторонам конфликта. Но почему-то вот это предложение вызвало довольно негативную, ну, либо как минимум сдержанную реакцию украинского руководства. А почему так? Потому что Украины как государство уже не существует. Вот объективно сейчас там просто есть надстройка над вот системой управления войсками и кое-каким администрированием территории в виде режима Зеленского, который, естественно, прикрывается там флагом, гимном и другими там атрибутами украинского государства, которое ранее существовало, сейчас его по факту уже нет. И, конечно, вот, когда обращение идет к государству, которого нет, то здесь это кроме ехидной улыбки у представителей режима Зеленского, все это дело, конечно, ничего вызывать не будет, поэтому здесь мы видим, что говорить нужно совершенно не с Зеленским, а конкретно с Байденом, Шольцем, Макроном, Сунаком, теми людьми, которые сейчас занимаются собственными боевыми действиями против Российской Федерации. И здесь уже я думаю, что общаться нужно именно им напрямую. И здесь уже я думаю, что режим Зеленского не то, что на эти переговоры никто не пригласит, их даже там на порог не пустят, потому что там, конечно же, будут говорить совершенно другие люди с Путиным. Кстати, я помню, что до начала СВО у части украинцев к Лукашенко было скорее положительное отношение. Даже вот в Раде бывало такое, что когда там начнется у них очередная драка, как они вопросы свои решали, там требовали батьку, чтобы он якобы навел там порядок, а сейчас он у них превратился просто в соагрессора. Дело в том, что понимаете, в чем дело. Сейчас, к сожалению, вот те самые ястребы войны, которые десятилетиями получали различные гранты с американских и прочих европейских посольств, они как тогда кричали за войну и ненавидеть все, что связано с Россией, Белоруссией. Они и сейчас это делают. Сейчас в Украине, если вы не знали, есть даже специальное постановление Кабинета Министров, по которому все вот эти персонажи, которые десятилетиями отвечали за войну против братских народов, то этих всех персонажей даже вот в армию нельзя брать. То есть, вы представляете, то есть, Кабинет Министров делал специальное постановление для того, чтобы ни в коем случае агентуру американскую и европейскую не забрали в армию, чтобы они продолжали вот разжигать рознь в том же духе, в котором они делали это ранее. И, конечно, мы сейчас, если просто проанализируем медиаполе или там официальные заявления, то мы будем слышать только их голоса, потому что всех остальных голоса, они, конечно же, запретили, многих убили, многим удалось выехать, например, таким, как я. И, конечно, сейчас, как можно говорить за какую-то там демократию или там какой-то плюрализм мнений, если оппозицию всю, Зеленский просто запретил. И говорить за какие-то выборы и прочее, это, знаете, что-то из мира фантастики, это глупость несусветная. Поэтому здесь мы видим, что, к сожалению, сейчас там есть террористический режим, который сейчас просто занимается репрессиями против украинского народа на развалинах украинского государства. И, к сожалению, на той территории, которая сейчас этому режиму подконтрольная, сейчас мы видим, что сделали просто один такой вот большой лагерь беженцев, с которого набирают людей для того, чтобы загонять их в окопы. И здесь мы просто видим, что, по сути, вот половину украинского народа взяли в заложники. И, конечно, с этой ситуацией нужно что-то делать. И, к сожалению, без консолидации на вот таком низовом уровне, без понимания этих процессов, которые происходят, то, к сожалению, эта бойня будет. И этот геноцид украинского народа, он будет продолжаться. А как в украинском инфополе отреагировали на такую новость, что в Беларуси в скором времени появится российское тактическое ядерное оружие? Я думаю, что эти все процессы, вернее, на все эти процессы никак не может влиять ни режим Зеленского, ни натовские страны и прочее. Мы видим, что Беларусь в 20-м году, недавно, вот пытались точно так же атаковать, как и многие другие страны с помощью технологий цветных революций. И тогда мы видим, что силовики все-таки не дали этому сценарию состояться, хотя очень и очень старались. Многие запускали различные проекты, типа Тихановской и так далее. В конечном итоге вся эта история просто обрушилась и белорусское государство устояло. Конечно же, натовские страны воспринимают Беларусь как врага. Они это проявили с помощью атаки на Беларусь, когда хотели антиконституционный способ, с помощью госпереворота достичь своих геополитических целей. И я думаю, что после этого в Беларуси просто нету здравомыслящих государственных деятелей, которые полагают, что с этими странами, с европейскими, Американской, Америкой, Британией, можно о чем-то договариваться, потому что эти люди нацелены на уничтожение, на разграбление. Они действовали так и сто лет назад, и двести лет назад, и они действуют именно так и сейчас. Просто технологии не шагнули вперед, и форма поменялась от атаки и последующего ограбления страны, ну и вот такого постколониального устройства. Поэтому здесь нужно в первую очередь это понимать и, конечно, не летать в иллюзиях в отношении того, кто как там что воспринял. Главное все-таки, чтобы и в Беларуси, и в России, и в Украине, я надеюсь, сейчас мы эти процессы все-таки доведем до ума, чтобы там было четкое понимание, что без консолидации, без единения у нас, естественно, шансов выжить или шансов на светлое будущее для будущих поколений славянских народов их просто не будет. Согласен. Ну и такой забавный очередной эпизод войны с памятниками. В Одессе ликвидировали очередной советский памятник и, кроме того, предложили переименовать, по-моему, около 200 улиц. Но откуда на это будут браться деньги, никто не говорит, потому что очевидно, что это не дешевое удовольствие поменять таблички, указатели и так далее. Ну вот, к слову, откуда в Украине кризис? Дело в том, что эти все процессы начались не вчера. Это шизофрения идет с 2014 года и это идет под брендом типа декоммунизации. и логическим продолжением всего этого дела уничтожением нашей истории, героической, между прочим, потому что когда были вместе, когда был Советский Союз, украинский народ просто достиг невероятных высот и в науке, и в технике, и так далее. И совместными усилиями всех народов Советского Союза мы действительно показывали просто невероятные результаты. и во многих сферах мы были просто номер один в мире. Яркий тому пример это первый полет человека в космос и много других таких ярких научно-технических достижений. Поэтому сейчас, конечно, всю эту память хотят уничтожить, стереть и так далее. И как следствие вот этого процесса, понимаете, когда люди не понимают, что у них было в прошлом, то непонятно, что у них будет и в будущем. Мы видим сейчас просто уничтожение остатков промышленности Советского Союза и ничем хорошим это не заканчивается. Хотя есть уже даже позитивные проявления такой полупартизанской деятельности в городах и поселках Одесской области. Там в рамках этой декоммунизации есть улица Гагарина. Ее переименовывают в улицу Гагаринскую. Это уже под закон не подпадает, этот закон Порошенко-Зеленского. И таким образом получается, что вроде как ничего не поменялось, но тем не менее все-таки люди отстояли даже вот это казалось бы малое, но тем не менее на таких примерах видно, как на уровне простого народа все-таки идет сопротивление вот этой натовской оккупации. Я, кстати, слышал, что вот этот процесс, о котором вы говорите, он начался не с 2014 года, а задолго до этого, чуть ли не с момента распада Советского Союза, потому что, мне кажется, за 9 лет вряд ли получится настолько радикально переменить мировоззрение простых граждан. Дело в том, что если до этого процесса не было закона, по которому просто обязаны все менять название и просто убирать все, что связывает украинский народ с героической историей времен Советского Союза, то есть если до 2014 года таких законов не было, и это все делалось за деньги, за гранты и очень-очень эпизодически, то после 2014 года это все легализировали этот процесс, приняли закон и на основании этого закона уже преступные режимы начали действовать, то есть вот в этом разница. Спасибо вам большое за беседу и за интересные и развёрнутые ответы. Всего хорошего. Счастливо. 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 Счицы. Счастливо. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok